Пиксель батл будет. На самом деле желание не особо-то есть, но посмотрим, посмотрим. Сейчас посмотрим какие-то. Чё тут есть? Пробуем коктейль о новом ролике Рындыща. Давайте посмотрим. Во-первых, хотелось поговорить о твоих эмоциях и чувствах вообще в течение всего этого периода. Ролик вышел 9 дней назад. Мне не нравится идея вокруг материального. Ты видел мои дирхамы? Ты видел? Пожалуй, самый лицемерный карлик за всю историю карликов. Суждаем. Сейчас на его канале сложно найти хотя бы одно видео, где он так или иначе не хвастается своими деньгами. И, соответственно, у тебя тоже эмоции, потому что я слежу и смотрю, что ты выставляешь в своём телеграм-канале, тоже менялись. От первой эмоции. Я посмотрел супер там. Как меня выебли, бля, как меня оттрахали. Хуенно. Очень талантливо, очень смешно. Меня ебали 40 минут, и мне понравилось. Потом ты начал уже какие-то кружочек. Вот да, мне кажется, когда ты делал хуйня, конечно, но, бля, как не понравилось. Какие кидаются? Ну, он передо мной извинился, чуваки. И он мне в личку написал. Я просто не ответил, потому что... Ну, отвечать Ильдару Джараху в личных сообщениях, это значит... Это значит, вот он тебе пишет предложение, ты ему отвечаешь на него односложно, а он тебе ещё 50, поняли? Ну, короче, там просто, ну, пиздец. Но, я не прочитал сообщения, но я их посмотрел, и он мне написал, что, прости, себя вёл как... Ну, что себя вёл как долбоёб, типа. Были у меня заскоки, и это пиздец, типа. Чего-то происходит. Ну, что, видишь, доёбываться я тоже не особо-то могу. Человек извинился же. Конечно, давно иммунитет на хейт, на вот всякую такую штуку, но сейчас, вот, когда недавно выходил видос с разоблачением меня, где сказали, бля, Ильдар вообще, нахуй, неестественно смеётся. И теперь все идут в интернете писать о том, как я неестественно смеюсь. Ну, блядь, что? Так в итоге сейчас прошло 9 дней, что ты чувствуешь? Какое у тебя отношение к Рындычу и вообще ко всей этой ситуации? Отношение к нему не поменялось в целом, наоборот, даже больше не раскрылось, потому что смотри, я просыпаюсь. Собственно, 9 дней назад, в отличном настроении, захожу в ленту подписок, я подписываю на них. В ленту. В ленту. И вижу ролик про себя, я такой, ёптвою мать. Ай! Нет! Нет! Я не, нет! Ну зачем? Я реально боялся его смотреть в течение полутора часов. Я прям готовился. Хуй знает, почему он так относится. Да, 1.25. Хуй знает, почему он так относится. Ну, может быть, он сейчас просто накидывает, но это не первое разоблачение на него. Вообще не первое. Их просто сотни. От Нворк. Есть канал Друг Рындыча. Он про него тоже примерно те же слова выпускал. Примерно такое же. Что-то ещё я видел там. Да хуя вообще. Разъехались куда-то, и мы должны были ехать, и я такой, типа, не сегодня. Открываю пивасик, думаю, не хотел пить, потрясающе. Открываю, включаю ролик. И я успокоился, во-первых, когда его смотрел, во-вторых, но меня правда разъёбывало. Были моменты, когда я такой, блядь, опять про политику, сука, нет, неправда. А всё остальное... Это неправда. Меня разъёбывало. У меня есть любимый сеть, который я сразу же выставил, про меня за несколько секунд. Типа, Эльдар, как ты относишься к Гусейну Гасанову? Очень талантливый парень. Вообще такое надо удалять с Ютуба. Ненавижу его. Ненавижу его, да, охуенно. Он мой вдохновитель. А что ты думаешь по поводу Маркенштерна? Презираю, он деградант абсолютный. Вот пишем фит с ним, очень талантливый парень. Да-да-да, это охуенно. Я такой, сука, это вот Алина не даст пиздеть. Я вот такой человек, типа, да, я такой, Алина, ты придумал такое? Это просто, это... Я прям горю, загораюсь. Она на следующий день возвращается, говорит, Эльдар, помнишь это? Вот мы собрали, давай попробуем так. Я такой, ой, что-то мне уже интересно. И вот это реально скетч, который просто показывает всю мою названную биполярку. Вряд ли она у меня есть, не знаю, мне надо посмотреть. Но она вот так и появляется. Ну, как бы ты это назвал, кроме как названной биполяркой? У меня метает, короче, постоянно из стороны в сторону. Из одного настроения в другое, типа. Я не часто помню, что я мог сказать, например. И такой, типа, ты говорил по-другому. Я такой, да, но, ну, короче, вот это... Вот реально был клевый ролик. Через день уже я подумал, что там реально есть какие-то вещи, которые надо намотать себе на ус и поработать над ними. Это прикольно, что ты... Ну, короче, я не понял моменты этого. То есть просто у Рындыча там в чем прикол? Про вот эту биполярку, которую он рассказывал, он очень грамотно разложил. В плане, что когда Моргенштерн не звал... Когда Моргенштерн стрельнул и не звал его на совместные песни, какие-то работы, наверное, еще и отказывался у него сниматься где-то, да? Он его поливал говном. Говорил в интервью поперечно. Ну, то есть там все логично. А он на это отвечает, что, ну, я, короче, ну, думаю сначала одно, а потом другое. Ну, короче, хз. У Рындыча все логично, он все объяснил, мне кажется. Вот, потому что там действительно есть какие-то вещи, которые меня рассмешили. Но если так-то уж подумать, ну, конечно, меня это задело. Не в плане... Задело его сильно, правда. Это самый смешной ролик про меня, который существует. Я не слышал никогда столько, ну, типа оригинальных шуток про свой рост. Потому что это всегда было... Интересно, короче, а что еще есть? Я думал, блядь, чувак, я думаю, ты и выше, это... Ты и так же учитель, и слишком... Ну, вот такое... В своих роликах высмеивал популярных звезд, а в песнях пел о том, как не вписывается в современное общество. Но все это оказалось не более чем образом. Дома же, укутавшись в полотенце для рук, он просто мечтал оказаться... ...на месте кого-то из них. Ну, прикольно. И там было еще потом, когда я в комменты захожу, и там... Ильдар не выдержал после этого ролика. И покончил жизнь самоубийством, скинувшись с бордюра. Но что сейчас это испытываю? Я норм к этому отношусь. Мне был единственный день, знаешь, когда неприятно. Вышел через несколько дней после, собственно, разблочения видоса у Илюхи Соболева, который мы снимали в конце декабря, типа, возьмите мой телефончик, что-то такое. Слушай, прям звони вот так. Он просто говорит о ролике Рындыча, как о каком-то, поняли, стёбе. Что он ха-ха-ха, он просто кривлялся, типа. Там иногда смешно, иногда задевало. Но он, он как бы подает информацию скетчами, да? Ну, по факту-то у него... Дело же не в шутках, смешно-не смешно, а о том, что он говорил. Временно заблокирован. Он находит под землей. И так. И там все комменты про то, что больше не зови его. Как же он наигранный, неестественно, смеется. Да. Я думаю... То есть это конкретно титуровка слов Рындыча из его... Да, 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 это их собственное мнение, которое они подцепили где-то в интернете. Я люблю это называть так. Как же он наигранно смеется, пытается подлизаться. Я думаю, я всю дорогу так смеюсь. Посмотрите, первые сезоны, да, Ильича. Меня легко... Нет, не всю. Просмешить пальцем. Пацаны делали, и я получал по лицу лещей просто два сезона подряд больше всех. Но если я не ошибаюсь, просто, блядь, суть-то в том, что ты ржешь прям жестко в компании тех людей, с которыми выгодно тебе общаться, понял? Типа, это же прикол. А разве вот этот клик-лак, движуха, ну вот эти же ребята, они же все популярны невероятно, поэтому ты с ними себя так ведешь. Ну, разве нет? Можно посмотреть старые ролики. Это первый раунд, серьезно? Да, я не могу же это разбирать, не в ломка. А то, что у меня... Что еще есть? Откатывать назад, зная, что вы с Ивлеевой реально подружились еще очень давно. И я сам лично был на съемках проекта, если не ошибаюсь, это был Beeline, когда набирали блогеров. И Настя Ивлеева была no name, и ты был хедлайнер этого и главный ведущий. И Настя была такая, знаешь, типа соведущая, условно, не с таким именем. Меня зовут Эльдар Джарахов, а эти ребята no name, которые сидят рядом со мной, я их представлю, это Настя Ивлеева. И я помню, что я сидел в зале, и я такой, ну молодец, Настя, он с Джараховым снимается. Это было очень много лет назад. Ой, вот понимаешь... Но сам факт того, что вдруг ты становишься лучшим дружочком-пирожочком Лохина, и я потом начинаю вспоминать, что в целом по твоей биографии кто-то стреляет, и хоп, там Джарахов. В этом есть правда, Доля. И причем, смотри, что с Ивлеевой, спасибо, что сказал, потому что не люблю говорить такие вещи. Я люблю выебываться, не такими вещами, типа, да я знаю давно. Я снимался, мы постоянно подъебывали ее за вайной, типа, зачем ты, зачем ты, типа, ускоряешь голос, это же кринжатина, но я все равно ходил, снимался. Мы спелись и спелись на этом проекте вместе, подружились. С Алишером то же самое, типа, знаешь, я в какой-то момент вижу, что чувак делает какие-то клевые вещи, захожу ему написать... Какие клевые, ты, блядь, все, короче, я не могу больше. Какие клевые, блядь, дело в перспективе, ты человек с мозгами относительно, видишь человек, что перспективный, в будущем стрельнет, и надо с ним дружить, блядь. Так же и с Лизкой было, со мной. Меня он всерьез вообще не воспринимал, когда я только-только начинал. Я помню, у нас разговор был в Семнашке, просто в общей компании попались. И он мне такой, бля, у тебя вообще хотя бы хоть один клип что-то там, 3 миллиона набрал, 5. Я такой, нет, он такой, ну, типа, знаете, что-то, ну, вот, иди хотя бы тексты у Рикеев купи, блядь, мне сидел. Потому что он во мне перспективы не видел, не дружил. Когда я стрельнул, он начал меня сразу тусоваться, звать, короче, понял, сниматься, блядь. Так это, дело же не в том, что ты их раньше знал, дело в том, что ты в них перспективу увидел, блядь. И то, что ты сейчас с ними общаешься, это то, что ты не ошибся, блядь, в них, как и в Моргенштерне и так далее. Ну, в Моргенштерне я уже много раз пояснял, что все в нем видели перспективу, и я, и все. Ну, видно, что что-то свеженькое, человек, что-то свежее в нем. То есть есть в нем что-то будущее, короче, поняли? Да, 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 не, серьезно говорю. Ну, про то, что он мне там. Иди хотя бы тексты купи. Вот я когда текст начал покупать у Рикеев, у меня сразу миллионы пошли. Ну, такая хуйня. А потом я когда начал дохуя набирать, наебал закрыл. Все, короче. Так, а вот.